Почему именно мы считаем, что произошел рейдерский захват? То есть фермерское хозяйство Самара существует с 1991 года. У фермерского хозяйства на сегодняшний момент действующий акт о праве постоянного пользования земельным участком. Акт 1996 года и еще часть земли они получили в 1999 году. То есть есть действующее законодательство, а именно статья 141 Земельного кодекса Украины, которая говорит о том, что основания для того, чтобы отменить акт постоянного землепользования, они четко предусмотрены, это императивная норма, она предусмотрена законом. Так вот, никаких оснований на сегодняшний момент не произошло с отменой данного акта. То есть действующий акт живой, об этом акте знают все органы власти. В данном случае, Московская райадминистрация, Вальнянский сельсовет на тот момент, они знают, что есть действующий акт на эту землю, они знают, кто конкретно, какое фермерское хозяйство пользуется этой землей. Мало того, Вальнянский сельсовет, Московская райадминистрация является участниками судебного процесса, который был нами инициирован в 2019 году. То есть мы прошли инстанции с первой по Верховный суд. У нас от 10 сентября 2020 года есть правовая позиция Верховного суда, где в пункте 5.15 четко написано, что даже после смерти учредителя фермерского хозяйства Саенко Михаила Михайловича земельный участок остается в пользовании фермерского хозяйства Самара. Четко написано в решении, в постановлении Верховного суда. Согласно закона о судоустройстве статусе судей Украины, у нас статья 13 часть 2 говорит о том, что правовая позиция Верховного суда является обязательной для всех органов власти, которые сталкиваются с данной ситуацией. Вот Вольная и райадминистрация, но Московская, четко знают об этой ситуации, они участники процесса, и в то же время они между собой организовывают такой междоусобчик. То есть райадминистрация пишет письмо на Вольное, у нас тут завалялось 50 гектар земли в районе, не знаем, что с ними делать, а возьмите-ка себе их в коммунальную собственность. А Вольная пишет, отлично, берем себе их в собственность коммунальную, оформляет право собственности коммунальную 13 ноября. 1 декабря эту же землю, 50 гектар, раздают 9 лицам, физическим лицам, которые пишут заявление в этот же день, 1 декабря, с просьбой выделить им землю. Как членам фермерских хозяйств, которые они создают в этот же день, 1 декабря. То есть у нас все происходит 1 декабря. 2 декабря по акту приема-передачи они получают землю от Вольнянской сельской рады, а с 3 числа появляется на свет Губыниевская селочно-объединенная территориальная громада, яка я правонаступникам права вывозки Вольнянской сельской рады. То есть Вольная вскочила, так сказать, в последний вагон, я не знаю, даже в последнюю дверь последнего вагона. Ну, видно, кто-то очень сильно хотел забрать эту землю. Вот по поводу рейдерского захвата.